На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон, чёрными буквами надпись. Лекция Ирины Кулик из цикла «Несимметричные подобия» в музее «Гараж». Гюнтер Брус, Чжань Хуань, часть 2. Следующий наш герой Чжань Хуань, китайский художник современный, начинавший в начале 90-х годов ещё в Китае, он получил, естественно, то образование, которое можно было, художественное, которое можно было получить в Китае того времени, он изучал традиционную живопись, причём традиционная живопись имелась в виду нетрадиционная, китайская живопись имелась в виду соцреализм советского толка, который ему абсолютно осознанно хотел быть художником, но занятия этой живописью его совершенно не интересовали, хотя он прекрасный живописец, как потом выяснится, и занимался он тем, что в качестве художественной практики он переезжает в Пекин и в качестве художественной практики начинает собирать всякий мусор на улице. И один из найденных объектов в художественном смысле, который ему попадается, это нога от манекена, причём одна отдельно взятая нога от манекена. И чтобы как-то осмыслить её, что-то с ней сделать, он начинает эту ногу как-то пытаться приладить к своему телу и попытаться превратиться вот в это самое удивительное трёхногое существо и понять, что с этой третьей ногой, что с этим изменённым телом можно делать. Чёрно-белая фотодокументация перформанса под названием «Третья нога», 1993 год. Помещение. Вид сверху на пол. В центре фотографии на белой простыне лежит голый мужчина. Это художник Джань Хуань. Это мужчина азиатской внешности, на фотографии ему около 30 лет. Он лежит на спине с расставленными в разные стороны руками и ногами. Ноги подняты вверх, чуть согнуты. К его левой ноге привязана ещё одна нога от манекена. Нога от манекена расположена почти посередине между левой и правой ногами. Так как фотография затемнена, создаётся впечатление, что у человека действительно три ноги. И, естественно, каким-то образом этот процесс документирует. И история про всяких манекенов, расчленённые куклы – это какой-то абсолютно постоянный сюжет, давний в искусстве. И в 1992 году молодой китайский художник, только-только узнающий существование современного искусства, существование какой-то другой культуры, решает сделать свою первую инсталляцию. Сделать её из этих самых обломков, фрагментов пластмассовых кукол. Но это официальная выставка, выставка в Пекине, выставка молодых художников, условно говоря, которые постоянно проходят. Но в последний момент ему отказывают. У нас выставка живописи молодых художников, у них каких-то там инсталляций. Инсталляции выставлять нельзя. И он решает импровизированно сделать акцию на открытие. Акция, которая происходит не санкционированно, при этом это удивительным образом, это первое, по-моему, последнее его, публичное, сделанное в музее, в музейном выставочном пространстве акции в Китае. Он обливает себя красной краской и из этой же води, где у него была эта краска, или что там, из сосуда, где была эта красная краска, достает фрагменты этих кукольных тел, собирает из них, из отдельных частей, новую целую фигурку, новую целую куклу, идет в музей и вешает эту фигурку на том месте, где должна была быть его инсталляция, которую не разрешили показать. Цветная фотография. Перформанс Джаньхуания «Ангел», 1993 год. На фотографии запечатлён фрагмент выставочного пространства. Часть белой стены от пола до потолка выкрашена в чёрный цвет. На фоне чёрной стены стоит обнажённый художник Джаньхуань, облитый красной краской. Рядом с ним, слева, на уровне его плеча, подвешена кукла-младенец. Она выкрашена в красный цвет и свисает с потолка на белой верёвке. Естественно, после этого закрывается выставка, его штрафуют, требуют написать самокритику, покаянное письмо, и многие его коллеги-художники осуждают его за то, что он подставил всех, и выставка закрылась. Это довольно постоянный сюжет в таких случаях. Нужно было это делать, проявляя свободу творческую, или ты этим подставляешь других, более конформистских коллег. Дилемма, которую довольно часто у нас тоже приходится решать в последнее время. Но, тем не менее, он это делает. И делает он ещё это, что совсем забавно, стилистически делает, он этот весь свой перформанс под музыку Pink Floyd, что для Китая 1993 года тоже было невероятно радикально, потому что он слушал эту музыку, был одним из немногих, кто эту музыку знал, собирал, слушал всякую рок-музыку и считал себя панком, и одевался как панк. И за что часто бывал, попадал в драки, потому что в 1993 году в Пекине человек, который одевается как панк, напрашивается на конфликт. И поэтому через эти самые драки, в которые он попадал, он начал осознавать своё тело. Ему стало интересно через боль, через снятие напряжения, которое в драке происходит, через агрессию. Именно этот его опыт, как бы такого контракультурного персонажа, сделал его чувствительным к этим проблемам телесности, что это может быть перформансом, что с этим можно делать искусство. Поэтому возникает вот этот его первый перформанс в 1993 году. Ангел, вот это самое существо, которое он создаёт из частей, из фрагментов кукольных тел. Перформанс, который тогда считывался абсолютно ещё и как политическое действие, потому что это время контроля над рождаемостью в Китае. И такого насильственного, когда нельзя иметь больше одного ребёнка, и поэтому женщина, которая беременеет, должна принудительно сделать аборт. И вот, собственно говоря, в этом контексте читается абсолютно политическому, достаточно экстремальным, читался этот самый перформанс, который был неприемлем ни идеологически, ни тем более эстетически. И после того, как он это всё делает, он продолжает заниматься перформансами, но занимается ими абсолютно как андеграундной практикой. У него есть свой круг художников, это 12 постоянных зрителей, соавторов, и тех, кто их документирует. И вот именно для этого круга он создаёт искусство, которое, естественно, существует в фотодокументации. И одна из таких самых знаменитых в последствии акций, которым принесла славу, 12 квадратных метров, акция крайне мучительная, которая заключалась в том, что, собственно говоря, что такое эти 12 квадратных метров, это пространство кабинки общественного туалета, общественного туалета, который находился недалеко от его дома в Пекине, общественный туалет, ну, который, знаете, как все общественные туалеты в социалистических странах, это что-то никогда не убиравшееся, предельно грязное, с огромным роем мух, которые там всегда кишели. И вот в это самое чудовищное пространство, как бы отсутствие личного пространства, да, отсутствие уважения к личному пространству, к личным нуждам тела, которые всегда свойственны тоталитарным режимам, он приходит садиться там обнажённым, обмазав себя мёдом и рыбьим жиром, и часто терпит, как по нему, на него слетаются, и по нему ползают эти самые мухи. И в этот момент испытывает, как он описывает, абсолютное ощущение, что единственное, что могу сделать, это покинуть своё тело, это отказаться от него, это перестать его чувствовать. Такой абсолютно радикальный перформанс, очень мучительный для него, с небольшим количеством зрителей, то есть не зрителей, а приглашённый круг зрителей, которые его фотографируются, с одним несчастным, случайным прохожим, который захотел воспользоваться этими удобствами общественными, не понял, что там происходит, и когда ему и друзья Чаньхвани, которые его снимали, пытались ему объяснить, что они тут рекламу мёда снимают, что было такое замечательное объяснение. Человек, по-моему, ему не очень поверил, но, собственно, ушёл в освоясе. И осталась вот эта самая радикальная документация, очень красиво снятая, опять-таки, чёрно-белая. И там дальнейшие перформансы, которые всегда названы цифрами, это исследование вот этих границ своего «я», пределов, буквально границ измерения своего «я», 65 килограммов, вес художника, акция, которая проходила в квартире у него, в доме у кого-то из его друзей, во время которых он подвесил себя на цепях к потолку. У него в груди была… поэтому присутствовал врач, который вскрыл ему тело, и из его груди капала кровь, которая собиралась в миску, поэтому там провисел он несколько часов. Это был абсолютно, ну, предельно радикальный перформанс. Цветная фотография перформанса Чжаньхуани – 65 килограммов, 1994 год. В большой комнате на полу белое покрытие, на котором стоит прямоугольное эмалированное блюдо с кровью. Блюдо белого цвета. Вокруг стоят люди, пришедшие посмотреть на перформанс. Под потолком горизонтально висит Чжаньхуань. Его рот завязан чёрной повязкой. Он подвешен на цепях. Примерно семь рядов цепей обхватывают его тело от шеи до щиколоток. Из его груди свисает капельница, через которую капает кровь. Кровь падает в прямоугольное блюдо, стоящее на белом покрытии. Вот это тоже превращение себя в предмет, собирание этой крови, крови, которая, опять-таки, издавала запах. Это всегда история радикального телесного искусства. И в варианте венских акционистов, и в варианте этого Чжаньхуани – это искусство, которое еще связано с токсильностью и запахами. И вот эта комната, из которой нельзя было уйти, в которой был обнаженный человек, тело даже, подвешенное под потолком, истекающая кровью. Это кровь, которая воняла, такой вот ужас китайской пытки, которая там происходила, при которой все присутствовали, которую все документировали. И не менее устрашающий, и не менее требующий терпения и мужества такого испытания себя, акция «Изначальный звук», во время которой проходила под эстакадой в Пекине, под строящейся эстакадой, куда художник пригласил избранных групп в публике, где они обнаружили в обнаженном, в чем-то было холодное время, года ночью. У него была банка червей, которых он вывалил себе в рот, эти черви, которые ползали по его лицу. Тоже вот это тактильное ощущение этих червей и мух, которые он испытывает. Очень мощный образ, шокирующий. И месяц, что как бы и человек, и черви – часть земли. Ну, собственно говоря, я думаю, что там месяц что-то не важно, важна сам образ и сама история. И все дальнейшие акции, как и акции в общественном туалете, это всегда некий поиск мест, в которых это можно сделать не публично, но и не в квартире. Эта акция проходила на стройке одного из первых строящихся в Пекине небоскребов, где он, собственно говоря, лежал под станком, на котором шлифовали сталь. Цветная фотография акции «Разрезая сталь» 1995 год. В темной комнате на полу лежит обнаженный художник Джань Хуань. Над ним столб ярко-золотых искр, которые вылетают из-под пилы, режущей сталь. В верхней правой части фото видно, как искры ударяются о стену и напоминают взрыв салюта. Ему надо было уговорить этих рабочих, чтобы они позволили эту съемку. Люди эти очень боялись, что если там что-то соскочится, случится, и он искалечится, это будет их ответственность. И согласились все-таки на эту ситуацию за взятку. То есть это некий тоже социальный момент, социального торга, который происходит, некая социальная провокация, которая всегда очень интересна в таких ситуациях. Но опять-таки здесь была важна скорее вот такая картинка в духе Криса Бёрдена, художника, который лежит под этим падающими на него искрами и в таком абсолютно жертвенном страдательной героической позе. В общем, там тоже очень сложный момент. Он в некоторых интервью говорит, что он в то время уже знал про Криса Бёрдена и про Марину Абрамович. В некоторых интервью говорит, что не знал, и что было на самом деле не очень понятно. Художники ошибаются, как все и путаются. Но интересно, что он абсолютно попадает вот в эту самую историю, традицию уже американского акционизма, таких испытаний себя, испытаний себя, вызова себе, испытаний себя на прочность и одновременно испытаний для зрителей, испытаний для общества, готовые, как общество будет относиться, когда на ваших глазах художник будет подставлять себя под летящий искрой. И 1997 год акция, это уже 65 килограммов по-прежнему вес тела художника, 3006 квадратных метров, это площадь музея, в котором это происходило. Происходило это в Токио, это как раз публичная акция, он получил приглашение выставиться за границей. И эти веревки, которые к нему привязаны, это веревки, которые идут к разным частям здания музея. Он пытался на себе утащить музей, он пытался разрушить музей. Фотодокументация акции 3006 кубических метров, 65 килограммов, 1997 год. По фото неясно, сделано оно в помещении или на улице. Обнажённый Джаньхуань лежит спиной на двухметровой деревянной перекладине, на концах которой закреплены два больших деревянных колеса. Ноги художника стоят на полу, руки запрокинуты за деревянную перекладину. Он перевязан множеством верёвок, они сильно натянуты и тянутся за границу кадра под разными углами. Ну, как он натягивает эти верёвки, естественно, это такое усилие бессмысленное, и при этом почувствовать, как музей разрушает его, когда он делает это бессмысленное усилие, тоже опять-таки с красивой героической картинкой. Следующая, первая акция, которую он использовал других людей, это акция, которую он делает в Пекине, опять-таки в 1995 году, как добавить один метр к безымянной горе. Очень просто положить на неё штабелями несколько человеческих тел, которые действительно увеличат размер этой безымянной горы на метр. Вот он собирает этих своих друзей, художников, которые готовы пролежать в этом перформансе. Но, собственно говоря, изначальная идея этого перформанса была несколько иной. Предполагалось, что он поставит на вершину этого холма ящик метр на метр, и в этом ящике сутки будет сидеть в позе буддийского отшельника, в позе лотоса. Сидит в этом ящике, то время, пока он будет сидеть как буддийский отшельник в этом ящике, холм увеличится на один метр, на тот метр, который составляет этот ящик. Но пока он решил прорепетировать это у себя дома, построил этот самый ящик, залез в него, он был один в квартире его друга, который уехал на несколько месяцев, и он застрял в нем. И понял, что он никак не может оттуда выбраться, и на него напала страшная паника, естественно, и он стал кричать, звать на помощь. К счастью, там кто-то пришел, кто его высвободил из этого ящика. И вот в этот момент, когда он высвободился из ящика, он почувствовал такое ощущение «Абсолютно прекрасно, что ты жив», что у него абсолютно изменилось ощущение мира, и вот эти акции на самоиспытания он перестал делать, потому что он испытал уже себя всеми возможными способами, и он стал делать акции с участием других людей. Поэтому изменилась концепция этой акции, там появились множество его соратников, художников. В следующей акции «Девять дыр» появились те же люди, которые совокуплялись с землей вот таким образом на том же холме, и следующая акция, которая тоже им принесла успех уже международный, это была «Как поднять уровень воды в пруду». Фотодокументация акции «Как поднять уровень воды в пруду» 1997 год. Две трети изображения на переднем плане занимает большой пруд. На горизонте на берегу пруда стоят деревья, «За деревьями светлое небо». В разных местах пруда стоят обнажённые люди. Все люди смотрят в объектив. Все они погружены в воду по плечи. Когда куча людей входит в этот пруд, уровень воды поднимается. Это был такой совершенно использован уже не художников, а добровольцев, рабочих. И вот эта самая картинка этих обнажённых людей, которые стоят в озере, поднимая уровень воды в нём, картинка, в которой уже не было ничего шокирующего, которая была очень красивой и всем нравилась, стала новым этапом в его карьере, которая ему позволила уехать, в конце концов, эмигрировать в Нью-Йорк. До этого он делает ещё несколько... Это уже не акции, а фотосессии, в которых абсолютно по-другому начинает использовать своё тело. Уже не как тело — это то, что я, это моя предельная личность, это то, чем я реагирую на боль, это то, что я терплю, это то, откуда стёрта моя личность и остались только рефлексы, только прямые. Тело — это ещё и пространство памяти. Фотодокументация акции Джаньхуаня «Пена», 1997 год. Цветная фотография. Это портретное фото Джаньхуаня крупным планом. Он стоит на фоне какой-то зелени, видимо, на улице. Его глаза закрыты, рот открыт. Лицо и уши Джаньхуаня неравномерно покрыты белой пеной. Его рот открыт. В полости рта видна чёрно-белая фотография. На ней изображены четыре девушки в платьях, стоящие друг за другом и повёрнутые к зрителю в полоборота. Их руки согнуты, они держат друг друга за талию. Губы художника играют роль то ли рамы для фотографии, то ли окна в прошлое художника. Фотосессия пена, где фотографируется покрытая пена, из этой пены во рту возникают семейные фотографии. Фотографии семьи и его жены, что наше тело — это всегда ещё память. И вот с этим самым телом, которое не только я вне культуры, не только моё физическое я вне всякой памяти, наоборот, та память, которая в нас вписана, становится сюжетом его следующего серии акций. Тоже не акция, это фотосессия одна-вторая. Одна половина, потому что наполовину мы — это тело, наполовину мы — это душа. И вот эта фотосессия с такими свиными ребрами, которые оказываются скелетом, вывернутым наизнанку. Вот эта половина тела, которую он выворачивает, и половина души — это те надписи, которыми его покрывают. Он просто просит всех своих знакомых взять фломастера, что угодно, первое, что им приходит в голову, написать на его теле. Они покрывают его этими иероглифами, среди которых, впрочем, есть там и латиница, да, там есть АБЦ, есть какие-то ещё там при рассмотрении обнаруживаются какие-то латинские слова, что моё тело не принадлежит мне, моё тело — это пространство памяти. Семейное древо — тоже фотосессия, да, это не перформанса фотографии, когда его записывают всеми именами предков, всеми именами семейного древа. Фотодокументация акций Джаньхуаня «Фамильное дерево», 2000 год. Прямоугольное изображение, состоящее из девяти одинаковых по размеру цветных фотографий. На всех фотографиях Джаньхуань на фоне зелени, предположительно на улице. Он одет в чёрную футболку. В верхнем ряду три фотографии, на которых запечатлены стадии расписывания лица художника иероглифами. Слева направо интенсивность надписей увеличивается. На первой фотографии только верхняя часть лица заполнена надписями — лоб, скулы. На третьей уже всё лицо заполнено надписями, однако всё ещё имеются пустые пространства. Во втором ряду интенсивность надписей повышается также слева направо. В третьем ряду фотографии лицо художника уже почти полностью чёрное. На последней фотографии художник уже полностью покрыт чёрной краской. Эта семейная древо — это история, которая буквально пишется на его коже, стирает его лицо, делается нечитаемо, стирает его лицо. Что-то как будто тело, моя кожа, моя память — это то, что не принадлежит мне. Это всегда некие слои памяти, некие слои поколений, которые за этим стоят, и в которых это предельное физическое «я» растворяется. Как я уже сказала, в 1998 году он эмигрирует в США, оказывается в Нью-Йорке, и делает там первую акцию свою публичную. Делает это уже абсолютно другой статус акции. Это акция, которая делается в музее, по приглашению в музей, на которую приходит публика. Акции, которые в этот момент у Чаньхуани абсолютно меняются, они становятся очень зрелищными, очень постановочными. Паломничество, акция, во время которой он лежит в позе тибетских паломников, которые простираются перед Хаси, перед Паталой, вот таким образом простираются на земле. Он лежит на глыбе льда, в ожидании этого момента, то ли его тело растопит этот лед, то ли этот лед заморозит его тело. Это взаимодействие со средой, взаимодействие очень тактильное, другое – это ощущение чуждости, ощущение акклиматизации, и вокруг него стоят вот эти самые 9 привязанных к этому собачек разной породы. К чему возникают собачки? Ну, во-первых, потому что собаки, наверное, тоже такой, как и черви и мухи, как и другие живые существа, с которыми он работал до этого. Это то, с чем мы общаемся предельно тактильным образом. Это то, что связано… Мы же не разговариваем с собакой, мы с ней как-то общаемся тактильно. Это вот это тактильное общение. И, во-вторых, это то, что его абсолютно поразило в Нью-Йорке, это отношение к собакам, которого нету в Китае. В Нью-Йорке собака – это член семьи, собака – это почти ребенок, собака – это общение, это то, что заменяет близость с другими людьми. Вот эти самые собаки, которые… Совершенно другое отношение к собакам, которые его поразило в Нью-Йорке, он их выбирает вот этой свитой для своей акции. Причем вот здесь наступает тот момент, как тоже как легко акция становится скульптурой. На фотографии скульптура Джаньхуаня, 2001 год. Скульптура представляет собой светлую каменную плиту с невысокими бортиками по краям. В длину она около двух метров и около метра в ширину. На плите расположена скульптура, изображающая тело обнаженного Джаньхуаня в позе, похожей на позу отжимающегося человека. На самом деле это поза молитвы буддийского паломника. Вокруг его тела лужица воды. Потом он делает скульптуру, там через три года, где его статуя, точная его копия, лежит в бассейне. И это скульптура, которая меняется в зависимости от времени года, потому что вода замерзает, вода высыхает, наполняется, цветет, и с ней происходят уже какие-то метаморфозы. И очень похожая следующая акция, которую он делает в Сан-Франциско, где есть огромный прекрасный музей азиатского искусства, самая большая азиатская диаспора в Америке, самый знаменитый Чайна Таун. Фотодокументация перформанса «Сны дракона», 1999 год. По фото неясно, сделано оно на улице или в помещении. На фотографии множество людей. В центре толпы обнажённый Джань Хуань. Он лежит лицом к зрителям на стволе большого заваленного дерева. Тело художника покрыто белым собачьим кормом, который похож на снег. Вокруг него несколько собак на поводках. Собаки обнюхивают художника. И он там делает такую историю «Сны дракона», где его приносят во двор музея, привязанном к огромному стволу мёртвого дерева. Его тело, он обнажённый с выбритой головой, то что он перед каждой акцией ритуально выбривает голову, покрыто собачьим кормом. И опять вот эти самые собаки его облизывают. Какое принесение себя в жертву этим собакам, растворение в этом мире. И если говорить о китайском отношении к собакам, это может быть один из самых жестоких и страшных фотосессий. Это вот такая вот акция, фотосессия, которую он делал в Китае, в районе, в котором собак забивают на еду. И вот эти самые остовы, с которыми он разыгрывает некую историю, возвращая им вот этот статус живых существ, а не пища, а не скотина, которую он отдаёт на собой, по контрасту с этим самым, и в котором он сам участвует, как такая же жертва. Это очень сложно составленная фотосессия, которую он делает, видимо, опять-таки, как продолжение этой истории про собак, как тот контакт, в контакт с которым он вступает, чтобы акклиматизироваться в Соединённых Штатах. Ну, целая серия акций, которые он делает, это именно акклиматизация «Моя Америка тяжело акклиматизировать», это акция, которую он делает в Нью-Йоркском музее «Момо», одна из самых грандиозных и многолюдных акций, в которой участвуют 60 с лишним добровольцев, которых он приглашает, именно жить граждан Америки, с которыми ему важно вступить в эту историю. Источником вдохновения пластического для него была вот такая вот индийская средневековая статуя, рельеф из одного из американских музеев. На первом слайде фотодокументация перформанса Джаньхуаня «Моя Америка», сложно акклиматизироваться, 1999 год. Четыре почти одинаковые фотографии. На фотографиях большое помещение. В центре композиции на переднем плане, лицом к зрителю, сидит обнажённый Джаньхуань. Он сидит на чёрном стуле, который стоит на белом постаменте. Вокруг него на полу валяются комья и буханки хлеба. На заднем плане трёхуровневая металлическая конструкция. Условные три этажа этой конструкции заполнены обнажёнными людьми, бросающими хлеб в сторону Джаньхуаня. На следующем слайде индийский средневековый рельеф. Скульптура представляет собой стену, разделённую на три уровня. На каждом уровне четыре ниши, разделённые колоннами. В нишах находятся фигурки индийских божеств, по одной в каждой нише. На каждом уровне каждая вторая фигурка сидит в позе лотоса, скрестив ноги. Они находятся в более широких нишах, на небольших возвышениях и немного выступают за пределы стены. Композиция из голых тел перформеров, стоящих рядами на металлической конструкции. Перекликается с изобилием полуобнажённых индийских божеств, также расположенных рядами и друг над другом. Самую вот эту трёхэтажную, трёхуровневую композицию, которую он повторяет, всем добровольцам, всем волонтёрам, участвующим в акции, он даёт сценарий, 12 пунктов, в котором есть сидеть в позе лотоса, лежать на полу, делать гимнастику тайчи, медитировать, ползти. Вот огромный сюжет, который разворачивается, вот этой самой толпы, этой самой массы разных людей с разного телосложения, разного этнического происхождения, что для Америки очень важно. И в конце все они, и он присутствует в центре, и в конце этой акции все они швыряют в него куски хлеба, после чего идёт вот это вот братание объятия. Откуда берётся эта история, что куски хлеба – это действительно сюжет для него автобиографический, когда он только перебирал, переехал в Нью-Йорк, он шёл по улице, и какие-то люди ему, когда ты, наверное, голодный, дали ему кусок хлеба. Это было одновременно ощущение и унижения, что ты такой бедняк, что ты эмигрант, чужак, у тебя даже куска хлеба нет, и доброжелательность. И вот этот самый момент, как бы, тоже, наверное, стыда, неловкости и благодарности, которые в этом жесте, в этом переживании были, стал основой этого перформанса, где в конце в него кидали эти куски хлеба, и потом через это происходил этот самый катарсик, собратание со всеми этими, объятия со всеми этими участниками. После чего он делает целую серию акций с разными сценариями для разных городов и стран, в которых он пребывает. После моей Америки появляется моя Австралия, с деревьями, которые по представлениям традиционным австралийским верованиям, это деревья, это леса, в которых обитают души, в которых обитают духи, вот с этими духами, с этими, опять-таки, семейным древом душами умерших, он вступает в контакт. Это Япония, в которой он разыгрывал, в которой он сначала хотел сделать поединок, поскольку это уже такие огромные, зрелищные акции, и он хотел сделать поединок между китайской и японской командой боевых искусств. Но из этого ничего не получилось, потому что ему объяснили, что китайцы все-таки настолько сильнее, что ничего просто даже неинтересно. История про войну, и он сделал вот эту историю, какой-то сложный сценарий с золотыми рыбками, которые там все держат во рту. И очень мощная акция «Мой Нью-Йорк», во время которой он появлялся в таком вот костюме, доспехе, сделанном из мяса. Фотодокументация перформанса «Мой Нью-Йорк», 2002 год. Холм с пожухшей травой. На заднем плане видны многоэтажные дома. На холме стоит Джаньхуань. Он одет в костюм из сурово красного мяса. Массивные куски мяса плотно примотаны нитками к телу. Из-за объёмов мяса на груди, на руках, ногах, этот костюм делает его похожим на мускулистого бодибилдера. Из стейков. Покажите, пожалуйста, третье видео где-то со второй минуты. Несколько человек идут процессией по маленькому атриуму под открытым небом. На их головы накинуто одно большое белое полотно или простыня. Они двигаются по кругу. Один из мужчин вылезает из-под простыни и скидывает простыню с остальных участников шествия. Их оказывается 8. Это мужчины азиатской внешности. Они несут на плечах большие белые носилки, на которых лежат большие куски сырого красного мяса. Становится понятно, что на носилках художник, к телу которого примотаны большие куски мяса. Он стоит на подставке на коленях с опущенной вниз на подставку головой в молитвенной позе. Процессия продолжает двигаться по кругу, по атриуму, напоминающему бетонный бассейн. Сверху за действием наблюдают зрители. Художник медленно встаёт. Сначала на колени, затем на ноги, во весь рост. Куски мяса примотаны к телу таким образом, что они похожи на мышцы, а сам художник похож на очень накачанного спортсмена без кожи. Ему трудно двигаться в этом костюме. Художник, стоя на носилках, поворачивается несколько раз по часовой стрелке вокруг своей оси. Процессия медленно двигается, художник стоит на носилках. Мясо на его костюме повторяет рельеф мышц человека. Один из участников процессии передаёт художнику белого голубя. Художник словно демонстрирует окружающим этого белого голубя, вытягивая вперёд руку. Мужчины опускают носилки, и художник отходит от них на небольшое расстояние, держа голубя в руках. Мужчины, которые до этого несли носилки, растягивают перед художником на земле огромное белое полотно. Мужчины, который до этого несли носилки, является он таким образом замедленно, потому что этот самый костюм, который на нём надет, и который превращает его как раз в такое подобие американского супергероя, весил около 50 килограмм. Это невероятно огромный, тяжеленный скафандр, то есть это как скафандр водолаза. И 2002 год, это после 11 сентября сразу, это образ этого беспомощного, закованного в своей мускулатуре, закованного в своем теле супергероя, это образ, который читался как образ вот этой огромной Америки, которая показала свою абсолютную уязвимость и беспомощность после 11 сентября, но кончается это вот этим отпусканием голубей, буддийской обрядом примирения и свободы. Ну, вообще вполне международным, на самом деле, такая очень эффектная, на самом деле, очень зрелищная акция, в которой есть первый отказ от телесности, да, что это уже не мое тело, это уже вот это самое, что телесность, это уже вот этот грандиозный муляж, это вот это мясо, которое он использует, мясо, которое, да, плоть, которая как бы наросла на этих костях, которые он использовал, в этих ребрах, которые он использовал в первой своей фотосессии 98-х годов. Целая серия исследований Америки, которую он предпринимает, 50 звезд, звезды на американском флаге, Акция, которая ему стоила, конечно, упреков, потому что американский флаг – это серьезная вещь, ее нельзя использовать в акции, так просто. Во время которой он был одет в полицейскую форму, и он появлялся из-под этого флага, и к нему прибегала полицейская собака, которая его обнюхивала, обыскивала, как обыскивали, как раз это был пик, когда обыскивали во всех аэропортах, когда такой мер безопасности и паранойи. И находила у него двух кукол, две игрушки, которые предпоставляли его детей, которые у него родились в Америке, которые уже американские граждане. Вот это такое вот… и там продолжение вот этих серий «Моих городов», «Мой Бостон», который был про огромную библиотеку, про книгу, которую он надевает на себя. Цветная фотография перфоманса «Мой Рим», 2005 год. Джаньхуань стоит на улице на фоне каменной стены терракотового цвета. Стена украшена лепниной. Джаньхуань стоит с повязанной на поясе белой простынёй. За ним находится большая римская статуя. Это мужчина с длинной бородой и кудрями. Римский бог изображён полулёжа, опираясь на руку и облокотившись на стену здания. Рядом с божеством, правее от Джаньхуаня, стоит ведро с мыльной водой. Джаньхуань стоит очень прямо. Его рука отведена вправо. У него в руке рамка для надувания мыльных пузырей. Джаньхуань делает огромный прозрачный мыльный пузырь. И мой Рим, который, естественно, был контактом и взаимодействием с древнеримскими статуями, с которыми он на правах живой скульптуры взаимодействовал. И таким же способом контакта и толкования чужой культуры взаимодействия с ним была акция, которую он делал в Антверпене, но которая называлась не мой Антверпен, а называлась Робинс. Робинс – европейский художник, которого он любил еще со времен своего института художественного образования, которое он получил в Китае. Один из его учителей очень любил Робинса и говорил про этот рубинсовский красный цвет. И вот этот рубинсовский красный он пытался воспроизвести, вдохновляясь картиной «Похищение дочерей Левкипа», где есть этот красный. Картина Робинса «Похищение дочерей Левкипа». 1617-1618 годы. Холмистый пейзаж днем. На переднем плане картины изображены двое мускулистых юношей в доспехах и на конях. Перед ними в центре картины расположены две ноги и девушки. Мужчины пытаются схватить девушек, чтобы посадить их на коней. Слева коричневый конь бьет копытом, справа серый конь стоит на дыбах. На шее взвившихся коней повисли маленькие веселые амуры. Все фигуры условно вписаны в круг. Группа построена на контрастах. Светлые тела обнаженных золотоволосых женщин противопоставлены загорелым фигурам темно-кудрых мужчин. Плащи мужчин развиваются и обвивают девушек. Переплетение тел и ткани подчеркивает напряженность ситуации. Он инверсировал эту ситуацию. Не мужчины похищают здесь эту самую женскую фигуру, а он сам оказывался вот этим Рубенсом, художником, которого окружают, раздевают его возможные героини, натурщицы, вот эти женщины, которые в костюмах того времени. Цветная фотография акции «Рубенс». 2000 год. В центре помещения на коленях стоит Джань Хуань. На полу комнаты разбросано сено. В разные стороны от художника расходятся две девушки, одетые в старомодные пышные платья. Девушка справа чернокожая с короткой стрижкой. Она одета в красное платье с белым воротником и белыми манжетами. Девушка слева – блондинка с длинными волосами. Она одета в серо-зелёное платье с белым воротником и золотистыми деталями. Слева на светлой стене на заднем плане нарисованы чёрные иероглифы. И в первый раз результатом этой акции стала не только фотосессия, но и скульптура, где возникает скульптура, которая сделала паломничество, появилась позже. Цветная вертикально ориентированная фотография скульптуры Джаньхуаня Рубенс, 2000 год. На чёрном фоне в центре кадра позолоченная скульптура, изображающая обнажённого Джаньхуаня. Он стоит в полный рост прямо лицом к зрителю. Его руки опущены вниз, пальцы собраны в кулаки. К его голове, лицу, плечам, правой руке и ноге приковано множество золотистых кистей рук. Кисти рук словно хватают, ощупывают тело мужчины. Впервые он пытается свой опыт акции, образы акций, перелить в скульптуру. Впервые результатом акции становится скульптура. Появляются его фигуры, эти самые руки, как на картине Рубенса, которые разрывают и охватывают его. И после этого почти все его акции, которые проходят не в фотодокументацию, переходят в скульптуру, в которую он создаёт. Это акция паломничества в Сантьяго, которую он делает в испанском городе, в городе Сантьяго, где 40 храмов, где каждый год проходит огромная католическая процессия, огромное католическое паломничество. И он как бы включается в это паломничество, его несут внутри огромного шара. Шар, который напоминает ему шары благовония, которые используют в церквях. И шар, который появляется у него опять-таки с этой его фигурой в этом шаре, появляется у него как скульптура, появляется с объяснением, что ему хотелось почувствовать себя Буддой внутри, в центре вот этого самого христианского мира, и соединить эти католического мира, и соединить эти религии, посмотреть, что из них получится. Примерно в 2003 году он принимает буддизм, уже живя в Нью-Йорке. Потому что в Китае, он помнит, что-то воспитывался в детстве в этой традиции, но культурной революции, в общем, никакой живой практики религиозной у него не было. И в 2003 году он обращается в буддизм, такой буддизм не дзенский, а тибетского толка, отправляется в путешествие в Тибет, и эту свою как бы религиозность начинает работать с религиозными буддистскими образами. После чего он, собственно говоря, отказывается от акции. Потому что для буддиста тело – это что-то приходящее, это не то, что является моей сутью, это не то, что является моей личностью. Поэтому остается его образ, остается его скульптура, с которой он работает, которая заменяет его в перформансе. Вот такая вот скульптура, где он оказывается этим языком колокола, исписанного опять-таки бесконечными именами всех восьми поколений его предков. Цветная фотография скульптуры Джаньхуания «Мир-2», 2001 год. Зелёная травянистая площадка в лесу или парке. К высокой чёрно-металлической конструкции, примерно 5 метров в высоту, прикреплён колокол. Конструкция представляет собой две чёрные прямоугольные арки. Их основания стоят под углом друг к другу. Поперечные перекладины арок перекрещиваются наверху. В точке их пересечения висит колокол длиной примерно в одну четвёртую высоты арки. Под колоколом вместо языка висит золотая скульптура обнажённого Джаньхуания в полный рост. Руки его прижаты к телу и выпрямлены. Это продолжение скульптуры. Там акции, память. Возникает его, как бы, вот эти скульптуры, которые за него делают перформанс, например, тащат на себе эту гору, как это он, черепаха, взаимодействует, путешествует. То есть такой перформанс, который делегируется скульптуре. Возникает перформанс, где, собственно говоря, буддистские, последние буддистские реликвии, где он оказывается такой живой, с этой пагодой. И возникают огромные... И он начинает делать огромные скульптуры, например, вот такого вот огромного Будду из костей, так сказать, не... которые держат его... Из Ваяния держат маленькую статуэтку, подобие изображающего самого художника, изображающего Чаньхуаня. Цветная фотография скульптуры Чаньхуаня «Большой Будда», 2002 год. Внутри прямоугольной деревянной конструкции сидит огромный человеческий скелет с непропорционально большим черепом. Он смотрит перед собой. Справа от лица скелета висит что-то похожее на скелет огромной лапы динозавра. Скелет Будды держит в руках маленькую фигурку художника светло-серого цвета. Такая скульптура, в общем, не без отсылок к Демиону Хёрсту, как мне кажется, вполне сознательных, но при этом совершенно по-другому. Работающая на контрасте двух восприятий. Для нас скелет Будды – это скелет Бога, это мёртвый Бог. Для... В тибетской традиции это похороны, когда оставляют тела грифом, как известно, на съедение. Если грифы съели всё тело и остались, только кости чистые, это значит, что человек благополучно реинкарнирует, что это освобождение. Поэтому вот этот самый скелет, который по-разному читается. И тогда же, после путешествия в Тибет, он начинает собирать фрагменты статуй, уничтоженных во время культурной революции китайской, и работать с этими фрагментами, с подобием этих фрагментов. Он создаёт только нога Будды, только палец, только рука, только голова. Вот это не сами эти, естественно, переработанные эти самые фрагменты. И возникает трёхногий Будды, такой, может быть, сколько угодно головам, а сколько угодно руки, но всё-таки трёхногим он не бывает, как отсылка к самому первому перформансу, который он делал, вот с этой самой найденной ногой манекена. Здесь возникает вот этот вот трёхногий Будда, и вот это тоже такое достаточно устрашающее и далёкое от традиционной буддистской иконографии из вояний с тремя руками и шестью руками, с тремя головами и шестью руками. Цветная фотография скульптуры Джань Хуаня «Три головы, шесть рук», 2008 год. Так как фотография сделана в тёмное время суток, сложно разглядеть детали. На улице, на фоне и, судя по всему, собора, фасад которого ярко освещен, стоит тёмная скульптура, изображающая фантастическое человекоподобное существо. Скульптура выше человеческого роста. Вместо тела у существа обрубок округлой формы. От плечей отходят шесть рук, направленных в разные стороны. Из шеи вырастают три головы с широкими лицами и крупными носами. Головы смотрят в разные стороны. Головы украшены головными уборами с лотосами, кисти рук в браслетах. Существо напоминает многоруких и многоликих индийских богов. Скульптура без постамента, она опирается только на руки, словно гигантское насекомое, перемещающееся на шести длинных ногах. Которая двигается, как паук, по площади Сан-Франциско. Это сделано было для Сан-Франциско, опять-таки для города с огромной азиатской диаспорой. И с ощущением, как мы считываем чужую культуру, как мы считываем то, что для других культур является божеством для нас, а для представителей другой культуры может оказаться монстром. И вот с этой огромностью, монструозностью и необычностью буддистских извояний, которые он транслирует в американский мир, собственно, вполне к буддизму, всегда с 50-х годов с огромным интересом и симпатией относившимся, как бы это такая удивительная роль буддистского художника в американском мире, в которой он очень интересно работает, создавая огромные статуи и используя для них с 2007 года, он начинает использовать для них совершенно невероятный материал, он делает эти статую из пепла. Причем не просто из пепла, а из пепла благовоний, которые сжигаются в буддистских храмах Китая. Знаете, это тонны пепла, которые привозят ему из Китая, привозят из всех буддистских странах. Вот из этих тонн этого пепла курительных палочек он создает скульптуры, опять-таки, которые читаются по-разному. Это могут быть, если это скульптуры, прах, пепел, память и вот это самое жертвоприношение, которые совершенно по-другому читаются. Огромные скульптуры самых разных персонажей, это могут быть буддистские персонажи, это могут быть какие-то фамильные портреты, может быть, какие-то герои китайской новейшей истории, это могут быть просто такие огромные головы, из которых еще торчат эти палочки. Цветная фотография скульптуры Джаньхуаня. В центре пространства галереи стоит низкая тележка на колесах. На ней стоит верхняя часть огромной человеческой головы, сделанной из темно-серого пепла. Голова обрезана по уши и нос. Голова лысая, похожая на голову самого художника, глаза закрыты. Поверхность скульптуры выглядит плотной, слегка бархатистой. Сгоревшие курительные палочки с ощущением одновременно абсолютной уязвимости, хрупкости, бренности, которая есть в пепле, и невероятной такой сверхчеловеческой монументальности, огромного масштаба, с которым Джаньхуаня работает. И в этом же году он возвращается к живописи, которой он не занимался со времен, видимо, своего обучения, и делает живопись пеплом. Самыми разными, где тоже этот пепел, это флаги, это семейные фотографии, это какие-то кадры китайской истории, это такая площадь Аняньмы с праздником, такая огромная, все возможные сюжеты, очень сложный процесс, и процесс этот завершается, как в этой ситуации, в 2011 год, на глазах зрителя, когда эта картина закрепляется лаком. Вот с этой как бы ассистенткой его или ассистентом, который продолжает засыпать эту картину пеплом, завершать этот рисунок, тоже абсолютно эфемерный, казалось бы, почти на глазах у зрителей. И в этой же самой технике, которая связана с буддийскими храмами, с этим самым пеплом, он начинает работать с христианской иконографией, делает «Тайную вечерю» и в разных вариантах делает, и делает аммаж Конфуции, Конфуции, который тоже становится одним из его персонажей. Но совершенно противоположному Будде у него появляется из того же пепла буддийских храмов, сделанный Христос, ведущий диалог с Буддой, таким же вечным и таким же эфемерным. У него появляется огромный, вот самая его последняя работа, огромный Будду, которого он делает в Сиднее, делает из пепла и выставляет вместе с алюминиевой, по-моему, формой, в которой этот пепел сформовался, в последний момент снимается эта маска, и два этих изваяния оказываются друг напротив друга, вот с этой самой рухнувшей головой, с этим ощущением эфемерности и монументальности, одновременно с которым он работает. Внутри хорошо освещенного большого помещения с кирпичными стенами и большими окнами находятся две огромные скульптуры, изображающие Будду. Они сидят на бетонном полу на большом расстоянии друг напротив друга. Они сидят в позе лотоса, с поднятой на уровень груди правой рукой. Скульптура слева сделана из пепла. Алюминиевая маска для лица и форма для ладони ещё не сняты со скульптуры. Формы подпирают длинные стержни, упирающиеся в пол. Скульптура справа серебряного цвета с оторванной головой, которая лежит неподалёку. И там огромный, причём, по-моему, там в последний момент, когда отняли эту маску, развалилось это лицо, вот это пепельное, кажется, всё-таки развалилось, но у меня видео точного нету. И ощущение вот этого масштаба, да, огромности, как бы тех разных масштабов, разных размеров, которыми оперируют разные культуры, ну, как раз в буддийской культуре там же есть эта традиция гигантских Будд, огромных статуй, сверхчеловеческих статуй, статуй, которые на разных уровнях строятся, что есть, можно там, вот храм строится так, что ты можешь подняться и посмотреть только на ноги Будды или только на голову Будды, его невозможно увидеть целиком, это разные там типы медитации, по-моему, предполагаются. И он как бы начинает работать с этими невероятными масштабами, но работать, возвращаясь тоже к одному из самых первых своих произведений, это фотосессия, кожа, да, где задача была, как я могу сделать произведение вообще без копейки денег, располагая только самим собой, вот он делает эту фотосессию со своей кожей. И из кожи, из шкуры, из вот этого ощущения пластичности, странности, да, физиологичности, он делает в 2007 году вот такую огромную голову Будды, маску, лицо Будды, тоже как фрагмент старой статуи, сделанной из коровьей шкуры. Вот такое, как оно выглядит, там несколько версий есть, как оно выглядит внутри, вот эта самая очень физиологическая, как бы, расслаивающаяся кожа, из которой он потом, из этих же коровьих шкур, он потом создает вот такие вот огромные статуи, гиганты, герои, да, статуи, которые, как бы, в распаде, которые расслаиваются, которые истлевают, да, или разлагаются на наших глазах. Цветная фотография скульптуры Джаньхуания «Гигант», 2008 год. В центре зала с белыми стенами и потолком находится огромная скульптура. Это человекоподобная фигура с огромным животом, сделанная из коровьих шкур. Длина фигуры около 6 метров, высота около 3. Гигант как бы полу лежит, облокотившись назад, на руки, вытянув ноги вперёд. У фигуры чётко выделяются глаза и нос, по 5 пальцев на ногах. Остальные детали сглажены, схематичны. Вот эти самые забытые, заброшенные герои прошлого. Извините, вот опять всё время заедает кнопку. Друзья, окончательно заела. Помогите. Опять, она как какими-то… Да, теперь она до конца, видимо, это всё будет показывать. Ну вот, собственно говоря, вот это целый цикл этих огромных фигур, огромных персонажей, тоже напоминающих вот эти самые иконографию других культур, других религий, которые мы не можем понять, кто это, мы не можем понять, злые эти создания или добрые, это прожилательные или нет, это только есть вот эта неопознаваемость. И, видите, такой же гигантской статуй у него появляется Конфуция. Ещё Конфуция, которая, в отличие от бут и героев, сделанных из пепла, из меди, выглядящих как что-то очень старое, как что-то эфемерное, Конфуция предстаёт гиперреалистической, гигантской скульптурой, сделанной из силикона, видимо, из пластика, которая, к тому же, сидит в бассейне. И ты оказываешься перед лицом этой фигуры, подавленной её масштабом. Фигура скульптуры совершенно другой эстетики и, естественно, совершенно другой символизирующей, потому что, если Будда – это отрешённость от мира, то Конфуция – это общество, это, наоборот, та философия, которая философия общества, философия государства, философия китайской государственности, философия включённости в социум абсолютной и согласия на включённость в этот социум, соблюдать правила, соблюдать конвенции. И поэтому Конфуция возникает как нечто гиперреалистическое, не как скульптура, а как вот этот вот довольно страшный муляж. Цветная фотография скульптуры Джаньхуаня Конфуций, 2011 год. В большом светлом зале в правой части находится сделанная в гиперреалистической манере огромная скульптура. Это изображение немолодого мужчины азиатской внешности с длинной бородой. Он обнажён. Скульптура изображает массивные, полные голые плечи и голову мужчины. Он словно вырастает из пола. Лицо мужчины высотой примерно с человеческий рост. У него желтоватая кожа, волосы тёмные, собраны сверху в маленький пучок. Усы и борода длинные, брови густые, вокруг глаз морщинки. Голова практически достигает потолка помещения. На фоне скульптуры также в профиль стоит молодой человек. И в конце концов вот в 2001... Что же это? И, знаете, сначала в виде вот этой гигантской гиперреалистической статуй вполне в духе Рона Мьюика, а потом в виде вот такой вот инсталляции, в которой есть вольер с деревьями и живыми обезьянами и вот такой вот тоже гиперреалистической скульптуры уже в человеческий рост. Но скульптуры роботизированные. И где вот распугивая этих живых обезьян этот самый конфуций-робот бьется в экстатической пляске, собственно говоря, знаменуя окончательную замену перформера и необходимость перформера и необходимость перформера вот такой вот уже не скульптурой, не объектом, а таким вот поставленным на повтор, поставленным на повтор роботом. Это такой предельный конец перформанса, конец необходимости в перформансе, которую можно себе представить, заменить. Художник, который начинает с перформанса, который на нынешнем этапе своей карьеры создает фигуру робота, который вместо него, вместо перформера, не претендует ни на какую реальность, аутентичность, предельный жизненный опыт, воссоздает вот эту самую конвульсию, воссоздает вот этот самый экстат, я думаю, пугает этих самых обезьян, я думаю, немало пугают зрителей, потому что, в общем, картинка такая достаточно радикальная. Но чем больше он отказывается от работы с собственным телом или даже со скульптурой, тем больше память один из сюжетов, с которыми Чаньхуань работает постоянно, оказывается уже вписанном не в тело, а в пространство. В 2006 году он делает вот такой вот проект «Двери памяти», где присутствуют две техники, это резьба по дереву такая, как бы традиционная, очень тщательно выполненная, и фотографии, которые как бы облезаются этой резьбы, где память оказывается такой же многослойной, как вот эта вот отслаивающаяся, шелушащаяся кожа, шкура вот этих самых его распадающихся огромных героев. Цветная фотография проекта «Дверь памяти», 2006 год. Деревянная, горизонтально ориентированная табличка с резьбой. В левом верхнем углу вырезаны деревья, в правом нижнем — птицы. В центре наклеены вписанные в общий пейзаж чёрно-белые фотографии людей. Люди бегут строем в 13 рядов друг за другом рядами по 4 человека. Справа от строя отдельно на уровне третьего ряда бежит ещё один человек. Деревья и птицы выполнены орнаментально и похожи на традиционную китайскую резьбу. Люди на фотографии одеты в форменные ватники или белые рубашки с коротким рукавом и ватные штаны. Это люди азиатской внешности — мужчины и женщины бегущие вместе. Память как некий распад и распад который что-то открывает распад как открытие памяти память с которой он работает и с памятью с некими с пространством связанной может быть самая не политизированная реплика на реальные события это реплика на то самое китайское землетрясение в 2008 году трагическое независимое расследование которого стоило свободы Айвэвэ другому знаменитому китайскому художнику Чаньхуан делает огромную инсталляцию с настоящим поездом зашедшим с рельс и застрявшим в туннеле во время этого самого землетрясения он просто представляет ready made и рассказывает делает еще одну акцию рассказывая удивительную историю что во время этого землетрясения 49 дней в каких-то нечеловеческих условиях выжила одна единственная свинья которая стала героем и вот он делает инсталляцию с участием прославляющего невероятного живучего этого чудо живучего поросенка и делает ее из кирпичей которым несколько тысяч лет из старинных китайских кирпичей то что тоже создается и воспроизводится черепа тоже такая же история про память это история которую он делает для скульптурного парка в Стокгольме по-моему под Стокгольмом где он перевозит туда целиком 400-летний китайский храм остров этого храма ну и естественно скульптуру великого кормщего как две истории которые наслаиваются в конце концов становятся одной единой историей но становятся абсолютно в другом мире другом мире другом пространстве и тоже может быть имеющие отношение к памяти и к телесности последняя одна из недавних его инсталляций это воспроизведение такого китайского китайской аптеки традиционной китайской медицины где в каждом из этих ящиков лежит как уверяет как написано в описании проекта лежит кусочек человеческой плаценты где и все это все это пространство становится такой как бы утробой в которой ты оказываешься и хранилищем вот этой самой генетической телесной памяти которая совершенно не является памятью индивидуально связанной с чьим-то с чьей-то личностью с чьим-то телом который оказывается абсолютно растворенный вот в этом самом пространстве который напоминает библиотеку еще спасибо